Дорогой Александр Дмитриевич, губернатор города Санкт-Петербурга, дорогие отцы, братья и сестры, дорогая мать Татьяна, супруга отца Виктора, всех вас поздравляю с воскресным праздником и с памятью годовщины со дня кончины нашего настоятеля, отца Виктора Московского. Сегодня мы получили два урока для своего назидания. Первый урок от отца Виктора, второй урок из Святого Евангелия. Отец Виктор нам тоже преподнес урок, что мы не ожидали, что в расцвете сил он покинет этот мир. Действительно, вот так случается, что человек живет и не знает день своей кончины. И часто бываем мы не готовы к этому отшествию. Отец Виктор довольно еще молод был. Он с 49-го года был. Родился, вы знаете, в Новгородской области, здесь по соседству, недалеко от нас. С детства полюбил Христа. Поступил в нашу Ленинградскую духовную семинарию. Показал очень хорошую успеваемость, отличное поведение. И владыка Никодима был урок положен в 75-м году в Сан-Дьякона, а в 1980-м году в Сан-Иерея. Он быстро рос церковными наградами, получал одну за одной награды. И у него только не было второго креста. А так он все остальные награды церковные получил. В основном он служил здесь, на Смоленском кладбище. И здесь он проявил все самые лучшие пастырские качества. Образовал замечательный приход, создал прекрасную общину. Восстановил и восстанавливал храм еще второй здесь. Пользовался большим авторитетом среди нас, прихожан этого храма, среди паломников, которые сюда приезжали, среди властей города. Пользовался уважением, потому что он открыт и к диалогу, открыт для общения. В общем, Господь дал ему дар такой, быть добрым пастырем. И, конечно, он все до конца выкладывал, все свои силы. И, действительно, видимо, уже Господь видит, что отец Виктор все, что мог, принес ему и забрал ее с этой земли. Ну, конечно, все должны быть готовятся постоянно для того, чтобы нам пристать перед Богом с какими-то плодами. И второй урок, который мы сегодня получили, это Евангелие. Господь наш Христос переплыл в Генесаретское озеро и пришел в Гадары. Такое Гадара, город был, Гадаринская страна. И кто ее встретил первым? Первым ее встретил там бесноватый человек, которого бесы связали, и человек уже не мог ничего сам говорить. Они за него говорили. И когда они видели Христа, они в нем распознали славу Сына Божия и сказали, зачем ты пришел мучить нас раньше времени? Мы знаем, кто ты есть. Ты Сын Божий. Поэтому еще не время нас посылать в ад. Мы выполняем свою работу на земле. А их работа в чем заключалась? В том, чтобы губить людей. Если Господь спасает людей, то демоны, бесы стараются всячески навредить людям. Они чему так не вредят, как человеку? Их не интересует все остальное. Они задают человеку, что люди займут их место в Царстве Небесном. Поэтому о них работа как раз людей вот разрешать, убивать для вечной жизни. Господь не стал даже спрашивать у больного человека, потому что он не мог говорить. Они вот так связали. У него уже никакой было боли, не было сопротивлению. И он взял его и исцелил. А бесы просили Господа, чтобы он не поверил им в бездну идти. Потому что им лучше быть здесь, на земле, особенно в людях. Потому что когда они в людях, бесы людей мучают. А когда они уходят в бездну, в ад, там они мучают друг друга. Поэтому они решили пока остаться на земле до второго пришествия. И попросили Господа, чтобы он позволил войти в свиней, которые рядом там паслись. Господь попустил вот этому маленькому злу случиться, попустил его найти свиней. И тогда бесы показали всю свою силу перед Христом. Взяли и свиней всех бросили в Мголевское море, чтобы там все они погибли. И тогда пастухи, которые последствием стали свиней, пошли в город, рассказали, что произошло. И вот мы видим удивительную картину, как поступают благополучные благополучные жители города Гадары. В кавычках, конечно, благополучные они. Здесь скрывается их сильный недух. А недух, как означает, это безразличие по отношению к Богу. Вот пришел Бог в их страну, как они его принимают? Они как? Они кротко у Христа не хотят видеть в своей стране. Они просят его, чтобы он удалился от них. Они хотят пускать Бога в свою жизнь. Если пустить Бога в свою жизнь, надо меняться. Надо, нельзя уже жить как прежнее, в грехах, в разврате. А они жили своим маленьким миром, какие-то радости, удовольствия получали, совершенно не думая, что их ждет скоро за порогом смерти. А они об этом даже не мечтают и не думают. Им хорошо быть так вот сейчас, жить благополучием, быть потребителями, потреблять, что Бог все дал в этом мире, считать себя хозяинами. На самом деле, все они у Бога украдают и живут в удовольствии своем, и даже Бога не знают. И не хотят его благодарить. И не хотят даже его слушать, внимать ему. Потому что им этот мир свой нравится. И вот такие гадаринские жители, они везде и повсюду. Они везде, как только стоит немножко о Боге заговорить, о каком-то Божьем присутствии в этом месте, начинаются протесты. Не хотим никакого Бога. Не хотим никакого храма у нас. Когда мы начинаем к той участке просить, дайте нам участки, начинаем общесушные проводить. И вот находятся гадаринцы, всегда есть. И все скажут, не хотим, не хотим, чтобы тут был храм, не хотим, чтобы Бог был. Нам так хорошо без Бога. Они вот живут этим временем, этим небольшим отрезком времени, не зная, что впереди-то ждет их. Какое разочарование, когда они пристанут перед Богом. И Господь, конечно, любит всех, и грешников, и гадаринцев любит, и ждет, что они, может, когда-нибудь покаяются и придут к Нему. Но придут сами. Господь насильно никого не ведет. Поэтому Он сам не стал оставаться в этой стране гадаринской, осел лодку и переплыл. А этот бесноватый, который исцелился, стал свидетельствовать о Христе, что сделал Господь с ним. И вот мы все с вами, живущие, конечно, в окружении гадаринцев, должны свидетельствовать в своей жизни, что с нами Господь сделал. Мы совсем с вами стали другими. Если до этого мы с вами грешниками, блудниками, пьяницами, то вот, поверив в Бога, мы стали другими людьми. И это мы должны свидетельствовать в своей жизни, и показывать, что мы с вами уроки эти усвоили. Что земная жизнь, она короткая, она заканчивается. И с чем мы к Богу пойдем, и там и будем с тем. Если придем с добрыми делами, с любовью, с милосердием, Господь нас просит, так помилует. А если придем со злом туда, со всякими страстями и рехами, нас ожидают там бесы. Они подожидают там их регионы, и миллиарды этих бесов ждут, когда же души человеческие к ним придут, чтобы там их мучить. Не самих себя мучить, а людей. Поэтому будем осторожны, внимательны, особенно в наше время, время эпидемии. Когда еще северится, никак мы не можем побороться. Надо стараться хранить себя, молиться постоянно, как можно больше молиться, и менять себя к лучшему. Пока мы не поменяемся, вирус чувствуется никак не уйдет. Надо меняться. Надо становиться лучше, чище перед Богом. Видите, мы молимся, каждый день молимся Богу, а Господь как молитв наш не слушает. Конечно, Он все слышит, но Он видит, что мы-то не меняемся. Мы какие были гордые, такие гордые остались. А надо смиряться. Тогда у нас все получится. Тогда все преодолеем. Поэтому всем желаю помощи Божьей. Усвоите эти уроки. Всегда думать о смерти. Память смертной помогает нам избегать грехов. Поэтому всех благодарю, кто сегодня пришел помолиться о покоении нашего настоятеля, отца Виктора. Пусть Господь его упокоит о них праведных и даст ему вечную блаженную жизнь. На память отец Евгений примите, пожалуйста, икону введения в храм Преста Богородица. Скоро будет праздник. Я думаю, она пригодится в вашем храме. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok